Уходящий 2020-й был для Барнаула юбилейным. Столице края исполнилось 290 лет. В этот год произошло важное для города политическое событие. 14 февраля депутаты Барнаульской гордумы выбрали нового мэра Барнаула. Им стал Вячеслав Франк. За полгода до этого прежний глава Барнаула Сергей Дугин добровольно ушел в отставку. Среди главных задач Вячеслав Франк назвал улучшение жизни барнаульцев, создание комфортной городской среды и пообещал быть ближе к народу. Муниципальной власти нельзя засиживаться в кабинетах. Необходимо быть с людьми, обсуждать с ними самые насущные вопросы. Мы будем создавать площадки для общения, обмениваться информацией, делая нашу работу прозрачной и открытой для общества. В юбилейный для Барнаула год столицу края активно приводили в порядок. Ремонт на 44 объектах Барнаула выполнили в рамках национального проекта безопасной и качественной автомобильной дороги. На эти цели потратили более миллиарда рублей. Один из самых масштабных проектов – улица Попова. Проезд стал более комфортным. На перекрестках установили светофоры, обустроили широкие тротуары. За последние годы для Барнаула это самый крупный объект реконструкции дорожной отрасли. Эта дорога объединяет наши поселки. Поселок Силикатный, поселок Октябрьский, Лесной, Власико. 45 тысяч населения проживает в данных поселках. Мы создаем комфортную возможность нашего воссоединения, взаимодействия с Павловским районом. В уходящем году велись работы на единственном в Сибири профессиональном грибном канале в Барнауле. В 2021-м здесь пройдет этап Кубка мира по гребле на Байдарках и Каное. Ожидаются гости из 50 стран. Чтобы важный спортивный проект соответствовал всем мировым стандартам, из краевого бюджета выделили более 40 миллионов рублей. Спортсменам в первую очередь интересно то, что они никогда не были в Сибири. Удивляются, что оказывается в Сибири может быть канал, на котором проводятся такие крупные старты. Они удивляются, конечно, и глубине канала. У нас 16-18 метров на протяжении всей водной акватории. Шина канала у нас 115-120 метров. То есть параметры технических характеристик канала, конечно, превосходные. Барнаул входит во многие федеральные рейтинги по озеленению города. В 2021-м городские власти не оставили эту тему без внимания. Новую зеленую зону открыли на пересечении улиц Ускова и Взлетной. Кроме зеленых насаждений здесь установили 56 скамеек, 23 урны, 6 городских лежаков, 59 фонарных столбов. Получился очень интересный, красивый участок. На данной территории высажено более 280 зеленых насаждений. Это и дуб, и яблоня, и черемуха. То есть весной они зазеленеют и будут радовать глаз гаражам. В 2020 году продолжилась восстановительная работа и в парке Изумрудном. Здесь оборудовали велосипедную и пешеходную дорожки, сделали поребрики, посадили деревья и газон. Важным событием для всех горожан стало присвоение Барнаулу в год 75-летия победы звания «Город трудовой доблести». Как отмечено в экспертном заключении Российской Академии Наук, в течение всей войны барнаульцы проявляли массовый трудовой героизм и самоотверженность, обеспечивая бесперебойное производство военной и гражданской продукции на заводах и фабриках, размещенных на территории города, и тем самым внесли значительный вклад в достижение Великой Победы. Владимир Токмаков, Катунь-24